Уважаемые сюда послушайте, я вам запрещаю снимать данную съемку и производить. Вы сотрудник полиции, вы не имеете права. Я разберусь. Я оставлял сюда, попрошу убрать данную съемку. На основании чего? Ты кто? Я еще раз прошу. Ты кто? Данную съемку не имеете... Ты кто, спрашиваю? Я с вами на вы разговариваю. Со мной уважительно разговаривай. Я еще раз говорю, с вами на вы разговариваете? Ребята, со мной ты кто? И че мне запрещаешь вести видеосъемку? Вы в нормальном состоянии? Ты кто? Вы в нормальном состоянии? Ты кто? Вам скорую вызвай! Представься, орел! Вам скорую вызвай! Себе вызови. Ты кто? Спрашиваю тебя третий раз. Вам скорую вызвать. Представься, кто ты. Мы по этому вопросу подошли. представься мы начали разговор представься представься не тупи еще раз говорю не тупи представься по закону полиции представься ты чё не отдупляешь что ли начальника своего позови съемку мне запрещает алё ты не дуркуй вылетишь как пробка отсюда во у тебя пять минут есть пять минут пять минут есть слышишь меня представься и начальника позови сюда начальника позови начальника позови начальника позови ты у меня услышал или нет орел тебе ты ничего не попутал погоны жмут начальника позови если представиться не можешь буду с адекватным разговаривать и скоро себе будешь вызывать хамло ты чё мне игноришь ты чё меня игноришь и тебе еще раз говорю продолжи разговор со мной представьте для начала шопа веди себя прилия ну ладно ну жопа какая вы можете в двух словах сказать что произошло какого имущества хоть можно примерно понимать дверь а вам что-то предъявили имеется ввиду доказательства что именно он совершил какое-либо правонарушение у нас нету доступа к видеонаблюдения то есть правильно я вас понимаю вы сейчас просто на каких-то голословных заявлениях взяли человека задержали правильно понимаю администрация не будет пустые слов кидать на весь я вам открою секрет очень часто делают заведомо ложный покажут заявление я все понимаю но как вас зовут можно я узнаю как вас зовут мальч сержант полиции александр удостоение можно посмотреть снимать они да я не давать я просто под аудиозвучий чтобы мне как бы зафиксировалась телефон в сторону я в сторону беру мне надо четко чтобы прозвучало чтобы записалось да покажите я нормально младший младший сержант полиции решетов александр анатольевич полицейский так вы старше давайте тогда с вами буду беседовать смотрите у вас есть тоже удостоверение давайте а сразу ознакомлюсь раз вы уже старший камеру беру не свою как-то повежливы будьте пожалуйста так старший сержант полиции ешь ешь кутов руслан денисович полицейский тоже значит какую статью в меня это все основания для задержания порча имущества я не спрашиваю сейчас что там вам наговорили спрашиваю основания законные основания для задержания какую статью club вы применяете либо может быть уголовную статью я не собираюсь ничего объяснять для меня вы являетесь тут лицом неизвестно каким значит мамая владимир владимирович я могу показать уж на ходатайство скажите что будет вашим представителем мама владимир владимирович витель защитники мой защитник мама и владимир владимирович вы хотели услышать услышать хотели сотрудник я вас буду забывать периодически потому что у меня нет возможности запомнить записать вы услышали что меня заявили ходатайство значит вам мой паспорт показать значит у меня еще раз прошу паспорт показать все тогда вы как бы если со мной раз говорить это как бы пожарки пожалуйста на меня смотрите чтобы я понимал что у кого вы в курсе так вот мама и владимир владимирович личность удостоверил сейчас нотариальную доверенность оформить невозможно сейчас такое время устных ходатайство было заявлено что я являюсь защитником теперь у меня к вам такой простой вопрос для того чтобы задержать вы знаете да есть должны быть законы основания это то есть статья по 27 . 3 до либо этому у пк я хочу понять вообще какое обвинение вы сейчас предъявляете момент объявлений на граждане написано заявление по ущерб я понимаю для задержания 20.1 а мелко хулиганство уже просто хорошо в чем заключается мелко хулиганство выражение струны броню было выложение цензурной броню значит он отрицает данный факт у меня заявление есть я метам нет смотрите я сейчас напишу заявление на вас на вас напишу заявление за превышение должностных полномочий вот и тогда получается вас нужно арестовать правильно но заявление же есть вы поймите что заявление заявление недостаточно должны быть сведения дающие основания человека в чем-то обвинять заявление видео объяснение гражданин в данном случае вот это свидетеля это не бумажка бумага хорошо от того данного заведения хорошо мы можем ознакомиться с материалами дела мы можем ознакомиться с материалами делом представили такую ситуацию что вы можете нас обвинить конечно 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 это это буду делать у меня ведется точно так же как у вас видел все так и она полностью подтверждает этот факт что мы нигде не пренебрегаем своими должностными полномочиями я вас задал простой вопрос на каком основании вы доставили и задержали данного гражданина на данным сотрудникам порча имущество я не спрашиваю что произошло я спрашиваю какие законные основания назовите статью qap либо у пк . это вы называете правонарушение которое вы хотите вменить моему подзащитному основание для задержания вы знаете что задержание про лично бумаги то есть администрация еще раз вам объясняю чтобы задерживать человека должно быть законное основание задержание производится в исключительных случаях только по определенным статьям и только в определенных случаях поэтому я спрашиваю но сейчас будет курить не положено местами этом месте его не задерживают понимаете его могут только доставить для установления личности у вас паспорт есть при себе нет права есть личность вы вам нужно был устанавливать его личность установили вопрос простой вопрос для какой цели вы его сюда доставляете почему протокол не составляется на месте если вы там в чем-то его подозреваете я еще раз спрашиваю на каком основании вы доставляете На основании доставленного заявления Да нет таких оснований В 27.3 КОАП нет таких оснований На основании заявления Там четкий перечень оснований Которые могут быть Не каждое заявление Понимаете Не каждое заявление И вообще даже заявление это не повод для задержания Я вам ничего не собираюсь Проводить административное расследование Можете дать Займемся там уже Не понимаете смысл в том что его задержали Это уже ограничение его свобод и прав Правильно Только на основании заявления Вот если я сейчас просто на кого то пальцем ткну Порча имущества Я это понимаю что Вот такую придумали Что как установить Смотрите Я так понимаю что у сотрудников меридиана Должна быть Какие то доказательства Видеозаписи Сотрудники сказали что они даже не видели ничего Они просто на основании голого заявления Водительское удостоверение не является Валерий Сергеевич Ничего Паспорт моряка Военный билет Хорошо Хорошо Давайте сделаем так Смотрите Я понимаю что сейчас будет беспредел Вы ни на что не реагируете Никаких объяснений сейчас не даете Ничего не подписывайте Вот вы должны самое главное от меня услышать Ничего не подписывайте Никаких объяснений не даете Дальше Я вам обещаю Я сделаю так что они будут пожалеют Вообще что они сюда вас доставили Главное ничего не подписывать Если вас будут пугать А то что мы по хулиганке вас закроем На сутки Соглашайтесь Посидите Посидите Но они вылетят из службы За превышение должностных полномочий Потому что если они вас морально не сломают Подписать на 500 рублей Якобы за хулиганку Я просто уже знаю таких людей Многих ломают И мотобоком вылезет Что мы тянем резинку Еще на воде пройдемте Пойдемте Заявление зарегистрировано Конечно Что тянем резину не могу понять Сотрудник откройте Шлагбаум ваш Сотрудник вы адекватный или нет Какой то здесь вообще не адекватный Я вообще к нему обратился У меня начинают съемку запрещать Сотрудник Вы не представились Не знаю как вас звать Поэтому обращаюсь к вам как сотрудник Ну видите не пускают А скажите пожалуйста С каких это пор С каких пор По заявлению задерживают людей Сейчас данный гражданин задержан Он может покинуть данное заведение Не может То есть он задержан Правильно понимаю Задержан Да А вы будете протокол задержания составлять Нет такого слова Протокол задержания Точнее Бумаги В смысле вы что Вы адекватный нет Вы обязаны протокол задержания составить Вы сказали что его задерживаете на 3 часа У меня есть запись четкая Слушайте вот такой я на вас смотрю Вам сколько лет вообще ребята Вам 18 лет то хоть есть нет У меня какой то в машине имеет Ну потому что вам надо хотя бы коап почитать Не просто вот Сураться напихали Браслеты по лопаволу Я хочу вам доказать что читайте УПК Это коап читайте изучайте Мне этот товарищ говорит что он протокол задержания не должен составлять Что за бред Протокол доставления Протокол задержания Все как положено Они вы час удерживали в клубе Не показали ему Как они что хотят его задержать Никаких документов Не показали Они не могут В клубе Не выпускали оттуда Они не могут Меня задержали Потому что я за него заступился Потому что я Прокажите документы Чего вы задержали А вы это как бы Сейчас все смотрите Сейчас будем подавать заявление На вот эти На этих сотрудников По 285 По 286 статье Пускай следственный комитет Осбирается Я так понял Что тут идет явное превышение Мне кажется Даже на сговоре уже идет Не ну сотрудник Это говорит что он Как бы Первый раз слышит Про протокол задержания Приехали две машины Так они молодые Так я смотрю на них По моему 18 лет Наверное только недавно Исполнилось Да Мамаев Мамаев приехал Все правильно Так что напрягайтесь Можете это Перестальтику вырабатывать И особенно Вот этот сотрудник полиции Который я думаю Недолго будет работать Орел Слышь меня или нет Он глухого играет Просто вот Который был Административно Работу Да Не надо быть Вот этим вот Человеком Которого Не уважают А я тебя буду учить Чуть я не могу учить Потому что Каждый должен Статься При своем мнении Ну я при своем мнении Ты превышаешь Полномочия Понимаешь Ты незаконно Задержал человека Незаконно Ты даже не можешь Назвать основание Для задержания Статью Коапа Ты даже не знаешь Коап Ты должен знать Что задержание Производится В исключительных случаях И только для Скажем так Возможности Создания Рассмотрения Дела В суде Максимум Что ты можешь Взять у него Обязательство Оявки И все Он придет На составление протокола Более того Вы его сюда повезли Без защитника Когда он вам сказал Что защитник Сейчас подойдет Через 5 минут Вы сейчас там Какие-то вещи творили Без защитника Хотя он Изъявил желание О защитнике Он мне звонил Вы по беспределу Сейчас ребята Делаете Я их данные Зафиксировал Так что Сейчас в любом случае Мы будем с материалами Дела Ознакомиться Мы почитаем Их рапорта Сфотографируем Все материалы дела Вы знаете Что вы не имеете Права Влезать В гражданско-правовые отношения Сотрудники У вас договор есть С тем Это что магазин Что там Заведение Что за заведение Клуб У вас есть договор Об охране данного клуба Сотрудник В разговор Вы выполняете Охранную функцию И в данном случае Вы превышаете Вы используете Свои полномочия Полицейского Для того Чтобы крышевать Данного руководителя Который написал Это заявление Не предоставив Вам ни одного доказательства Это называется Злоупотребление Должностными полномочиями И возможно В корыстных целях Не конкретно Возможно Вам А вашему руководителю Потому что У вас заключены Гражданско-правовые договора Ты возможно Этого не знаешь Но я тебе открою секрет Что мы стоим Ждем Вы обратились Вы передали Дежурному Задержанного Ну так значит Сделайте выводы Какие-то Что дежурный Не будет никого Принимать Вы видите Пишут сотрудники Другие гражданины Подождем Вы время Зафиксировали Задержание Все у нас Зафиксировано Сколько на ваших часах Чтобы мы Это сверили По вашим часам Будем отсчитывать Три часа С момента Нахождения Здесь Вы можете Смело Данное Данное время Данное Двух Отнимать Полчаса Медиа Прибыли Где-то Нет Сюда Сюда Во сколько Вы доставили В дежурную часть Без 15 Без 15 7 Без 15 7 Хорошо Правильно Я вас понимаю Что если Через Меньше Чем Через 20 45 минут Если Не примут То вы его отпустите Нет Конечно То есть вы будете Задерживать Больше 3 часов Правильно Я вас понимаю Разумеется Да Ну все понятно Окей По беспределу Ну ребята Вы просто попали Конкретный Я притом что Не особо знаю Знакомых Знакомых Ваших действиях Вижу Такой беспредел Конкретный При том что Вы здесь Работаете Сотрудник полиции Это что Задерживались Вот Это вот Все Прикол И телефон Еще Набили Причем Вы не скажите Вы сделали Заявление Сейчас По телефону Сейчас я Под видеозапись Сделайте По телефону 102 Заявление О превышении Полномочия Доказательства Мне нужно Доказательства Я звонил Служба полиции Не приехала Меня задержали Сейчас Можете Позвонить Да Могу Звоните Для того Чтобы я сейчас Зафиксировал 102 Да Каждый Должен Сделать Сейчас Заявление О превышении Сотрудников Росгвардии По своих Полномочий И Пускай Проводят Проверку Они Руки Распускают Смотрите Давайте Вы не Трожите Их Они Уже Свою И так Заработали Поэтому Лишнее Не надо Их Тролить Ну давайте Дозваниваться Тут Понятно Что Заняты Значит Сдерживайтесь Хорошо Не Усложняйте Потому что Я потом Вам не Смогу Помочь Извиняюсь Какой Меня смущает Вот этот Сотрудник Полиции Неадекватный Просто Просто Вообще Разгвардия Молчит Как бы Все нормально Пока Ничего Не вижу Тех Которые Сейчас Вижу Перед Собой А Сотрудник Мне Конечно Пугает Своей Неадекватностью Это Впервые Мне Со мной Так Ведет Себя Сотрудник Вот Так Вот Просто Дурака Включил И Просто Не Реагирует И Как Сотрудник Отдуплись Тебе Гражданин Обращается Вообще Просто Не пробиваем Вот Самое Интересное Вот Как бы Не хотелось Бы Говорить Ну Я Вижу Что Кавказская Национальность Это У него Гордость Такая Или Что От Откуда Он Взялся Сотрудник Ты Слышишь Или Нет Что Вот Это Надуманная Гордость Какая Это Ты Представиться Не можешь Свою Фамилию Назвать Ты Боишься Сказать Как Тебя Зовут Хотя Ты Обязан Это Сделать По Закону Полиции И Ты Обязан Принять Заявление Мое В том Числе Под Видеозапись И Под Аудиозапись Они Указывают Мне Что Выключить И Что Включить Сотрудник Полиции Ты В курсе Что Тебя Увидят Твое Руководство Как Ты Себя Ведешь Неадекватно Я Тебе Сразу Говорю Что Тебя Увидят Тысячи И Сотни Тысяч Людей И Ты Останешься Здесь Очень Недолго На Службе Очень Недолго Я Вообще Не знаю Откуда Ты Взялся Тебя Раньше Здесь Не Было Спроси Любого Любой Знает Меня А Ты Откуда Здесь Взялся Такой Смелый И Наглый Ты Понимаешь Что Я Не Наглый Или Ты Делаешь Вид Что Ты Меня Не Слышишь Я Думаю Ты Меня Слышишь Ну Сам Себе Усугубляешь Так Сейчас Мы Тогда Сделаем Через 112 И Через 112 102 Это Бывает Я Звонил А 102 Нужно Звонить Здравствуйте Не могу дозвониться по телефону 102 в полицию сам нахожусь в полиции как защитник не могу подать заявление о совершении присутствующих Преступления сотрудниками Росгвардии При этом дежурный ведет себя неадекватно не представляется никак Запрещает вести видеосъемку то есть фиксировать данное с ее стороны правонарушения Меня не пускает то есть не нажимает кнопочку чтобы я прошел к нему тут турникет такой есть или я не знаю как это называется Соответственно мне нужно чтобы сотрудник полиции ну там старший кто-то подошел и мы решили этот вопрос либо поменяли дежурного либо я буду общаться с другим начальником который примет У нас есть телефон доверия управления МВТ России по Мурманской области Ага продиктуйте запишите сейчас номер телефона диктуйте 40 45 45 67 67 31 31 Хорошо спасибо если не дозвонимся я вам перезвоню еще раз спасибо До свидания Так щас я перезапишу Так 45 45 67 31 Ну не адекват я вообще впервые такое вижу такую наглость Вы позвонили на телефон горячей линии МВД России по Мурманской области Вы можете сообщить оператору имеющуюся у вас информацию о преступлениях и иных правонарушениях совершенных сотрудниками органов внутренних дел Так давайте просто помолчите и подождите все И проведение объективной проверки по вашему сообщению наш разговор будет записан Обращаю внимание что сообщая сотруднику МВД свои персональные данные вы даете согласие на их дальнейшую обработку в соответствии с законодательством К сожалению все операторы заняты оставайтесь на связи вам обязательно ответят Я так целые сутки сидел в каблажке К сожалению все операторы заняты оставайтесь на связи вам обязательно ответят К сожалению все операторы заняты оставайтесь на связи вам обязательно ответят К сожалению все операторы заняты оставайтесь на связи вам обязательно ответят К сожалению все операторы заняты оставайтесь на связи вам обязательно ответят К сожалению, все операторы заняты. Оставайтесь на связи. Вам обязательно ответят. К сожалению, все операторы заняты. Оставайтесь на связи. Вам обязательно ответят. Вы позвонили в службу 112. Разговор записывается. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, слышите меня? Да, да, слышу. Звонил буквально несколько минут тому назад. Не могу дозвониться по телефону вот этой горячей линии. Мне надо как-то, чтобы сотрудники полиции Дежинского 7, старший, кто здесь сейчас находится, с нами связался, спустился в холл, чтобы можно было решить конфликтную ситуацию с дежурным, который просто себя ведет неадекватно. Он никак не реагирует. Вы хотите полицию на полицию вызвать? Хочу начальника вызвать. Старшего начальника, который отвечает за работу своих подчиненных. Потому что вот этот, извиняюсь за выражение, неадекват ведет себя крайне вызывающе. Так а кто это неадекват? Неадекват дежурный, еще раз объясняю. Я подошел, чтобы сделать заявление. Соответственно, это сделать под видеозапись. Данный человек запретил меня видеосъемку производить. Потом начал мне хамить, говорить о том, что мне необходима скорая помощь и тому подобное. Но меня, к сожалению, я не мог помнить начальника вызвать. У нас нет таких полномочий, чехонов у меня нет. Ну, вызовите тогда, я не знаю, как заявление о преступлении, примите. Я в любом случае хочу подать заявление о преступлении, я не могу этого сделать. Меня просто не пропускают к этому окошку. Мы полицию назначаем. Вы именно ходите сейчас в полиции, правильно я понимаю? Да я нахожусь в полиции, я не могу ничего сделать. Да я понимаю, но я тоже, к сожалению, не могу в полицию вызвать. Смотрите, для меня важно, чтобы была оформлена заявка, вызов полиции. Пускай это будет смешно, полиции на полицию, но, к сожалению, это так есть. Что же делать, если среди стада есть овца паршивая? Ее нужно... К сожалению, я не могу оформить такой вызов. Почему не можете? Вы заявочку примите, пожалуйста. Потому что сотрудник полиции совершает преступление. Заупотребляет своими полномочиями в виде бездействия. То есть он специально не пропускает и не принимает от меня заявление. Причем, я еще раз говорю, что он даже... Я не могу даже зафиксировать, кто это такой. Он не представляется ни фамилии, ничего. Вы находитесь сейчас где? Держинская во всеми в отделе полиции. Но я не могу пройти. Почему? Потому что здесь стоит турникет. Короче, он нажал на кнопочку и я не могу пройти. То есть вот тут зелененькая, красненькая. Вы где? Подождите, пожалуйста. Вы где проживаете? Я проживаю рядышком. Держинская во всеми в отделе полиции. Я не хочу сейчас говорить конкретный адрес. Потому что здесь очень много людей. Посторонних. Ну а как тогда я оформлю? Хорошо, я скажу. Я скажу. То есть я вопреки распространю свои персональные данные. Записывайте. Хорошо, Держинского во всеми в отделе полиции. Вы пришли написать заявление и у вас не принимают заявление, да? В том числе они принимают заявление. В том числе меня вызвали как защитника. Я пришел сюда как защитник. Сейчас здесь нахожусь со своим доверителем. Сотрудники Росгвардии ведут себя неадекватно. Не могут произнести, в связи с чем они задержали моего подзащитного доверителя. Понимаете? Не могут сказать. Сослаться на норму права. Я юрист. Нет, я не адвокат. Я юрист. То есть вы защищаетесь? Конечно. Да, да. По устному ходатайству. Но при этом я хотел еще подать отдельнее. Обращение уже принято. Я вас попросил просто не вести ни с кем разговоры. Хорошо. Все. Больше не могу. Я вам еще раз говорю, что я вам не смогу помочь, если вы сейчас все будете вести неадекватно. Все. Ваша задача молчать и ничего не подписывать. И не падать здесь. То, что вы выпившие, это не означает, что вы совершили какое-либо правонарушение. У нас не запрещено в Российской Федерации выпивать алкогольные напитки, тем более в соответствующих заведениях. Если вы себя вели соответствующим образом, адекватно, то ничего вам не предъявят. А если у них есть видео, то это прекрасно. Это будет четко видно. Нет, они говорят, что у них есть видео. Они много чего говорят. Они много чего говорят. Я вам открою секрет, что 99,9% у них нет ничего. Без заявления. На этом видео они говорят, что заявление в данный момент пишется. У вас сотрудники говорят о том, что… Я еще раз говорю, они крышуют. Это потому, что Росгвардия, у них заключены гражданско-правовые договора на охрану объектов. И они выслуживаются перед руководством тех охранных объектов, которые они охраняют. Парни. Но вы же мужики. Я же сказал, не надо с ними разговаривать вообще. Смотрите, давайте сделаем так. Если вы сейчас еще произнесете одно слово какое-нибудь, я просто развернусь и уйду. Просто я, знаете, не собираюсь здесь заниматься клоунадой. Если вы не слушаете то, что я вам говорил, значит, я вам помочь ничем не смогу. Вы услышали, надеюсь? Да. Давайте уважать и меня, и в том числе сотрудников полиции. Сотрудник полиции, я все-таки могу подать заявление, да или нет? Отреагируйте, пожалуйста, на гражданина, который обращается с просьбой подать заявление. Я могу подать и подать заявление. Конечно. Примите, пожалуйста, устное у меня обращение. Я хочу подать устное обращение. Не запрокталируйте, согласно приказу МВД номер 736. Хочу устное сделать. А, у меня если что есть. Что? Ага, хорошо. Манила. Зачем там один? Он только остался и всё. Кстати, да. Держи в конце, что Лася взял съёмку. Самое главное. Да зато никуда. Кому только в плюс пойдёт. А знаешь, что ты ещё не написал, да? Даже не начинал, может я пойду там, пока подпишу, пока ты... Да без проблем. Слушайте, Грю, ты просто подел бы и сразу второй раз мы дописал. Я бы отдал. Да, всё. Ну, чтоб не расписать, а пойду. Вы обед хоть успели? Начните обед. Мы без обед, да? Почему? Причём у нас был горят. Типа утина идёт? Типа чуть-чуть поработал. 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 Молодого города почти. Азартар? Азартар? Он уже был. Он тогда такого там наговорил. Азартар? 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 Молодой парниша. Молодой парниша. Денис? Кто? Молодой парниша. Не-не-не, молодой парниша. Он с нашего возникает. Он там у нас 500 миллионов развод. Где они тогда кромчатого возили? Да. Не получалось. Азартар? Да. У нас не репорта, у нас одно заявление, четыре объяснения, у нас просто получается хулиганка вторая встреча. У нас два газета, одного газета его отпустили, там вроде как 6-9, вот, и сейчас вот только дописали. Вот у нас шапка, это та же самая мужчина. Ага, ну ладно. Чего-то так пишет. Начальнику по номер 1. Номер 1. Номер 1, не 2. Да, кстати, номер 1. А что ты 2 написал? Чего, чего я написал? Чего? Это номер. А! Номер 2. Начальнику по номер 1. По Мурмурской области. А, ну нет. При ОМВ. Ну, это не за деньги. Ну, не знаю, может что-то нибудь еще не изменилось? Ну, он, вероятнее всего, с того написал, скажи мне, я скажу тебе, образца, когда мы это заполняли буквально недавно, это будет, мне кажется, более застрянно. Мы просто писали обычные вопросы по начальнику по мурмурской области или облакованной полиции или по такому-то какому-то. Не-не. Начальнику по мурмурской области. Ясно. А, инициалы, для всего? Д-А. Д-А. Сейчас. как вас кимур зовут да тимур не надо я же попросил не просто трудно вам объяснить что это то что вы делаете это вам не в пользу будет поверьте вы просто лишний раз сейчас доказывайте свое неадекватное поведение предположительно там откуда вас привезли ну так это не ваше дело мы разберемся а у тебя что а ты пишешь который был выставлен такого такого-то числа выдел полиции по факту заявление от администрации да по такому нет как от таких-то таких-то по факту это просто немножечко проще так вы видеозапись это изъяли туда чтобы они были не пропали не стерлись и тому подобное у нас ведется свое видео не ну самого события которую обвиняем что там было дебош или что там было у нас была вторая часть мелкого хулиганства она в чем заключается мелко хулиганство но заключается в том что нам человек мешал выполнение своих задач это не мелко хулиганство вторая часть у него изначально было мелко хулиганство после которого при котором он мешал нам вы сейчас высаживание высасываете из пальца понимаете просто вам конкретно сложно объяснить эту ситуацию нет вам вы туда приехали по какому поводу по поводу мелкого хулигана вообще на приехали туда до полу не облада счета который то есть вы туда приехали спровоцировали людей и сейчас оформляете то что там на провоцировать нет было немножко не так оно и было то есть вы специально сейчас провоцируете моего подзащитного вот этими вот что что он к вам подходит пытается выяснить с вами как вы считаете ваш подзащитный уже свободен начнем с эту почему он свободен потому что удерживаете это 2 начнем с эту и так понимаю это все одна компания с одного места нет какая-то из меридиана нет а это совсем да я просто думал что вы все вместе да понятно не просто тут произносите чтобы порча имущество я так и подумал что это где-то в одном месте одно и то же это вот у них в этом не были но подсказывайте как писать ну классно супер я не подсказываю как писать сразу говорю да 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 сотрудник полиции может быть все таки уделите мне время я хочу устное обращение подать я хочу устное сделать нет я хочу написать заявление чтобы вы это сделали собственноручно сами на себя первым заявлением которые хочу подать именно на вас это вот то есть оформить это на бумаге что за то что вы не представляете за то что вы хамите во то что вы запрещаете производить видео фиксацию у меня заснято на видео для этого я видео и снимаю вы включите громкую связь я вас плохо слышу тут меня громко это зафиксировано вы предлагали вызвать скорую вы меня обвиняли в том что себе неадекватно ну как нас очень агрессивно вы провоцировали меня понимаете вы представлялись вот вы до сих пор не можете представиться вы можете назвать кто вы как положено согласно закону полиции согласно закону полиции представьтесь с кем я общаюсь ну слушаю как вас зовут как вас зовут я же 10 раз спрашиваю вот это называется провокация понимаете и вы и вы сами напишите заявление на себя я прослежу чтобы это заявление дошло до вашего руководства вы должны представиться и не провоцировать меня понимаете не надо выдумывать на пустом месте конфликт не надо назови свою фамилию фамилию назови фамилию назови фамилию назови я вот лично запрещаю вам снимать на основании чего вы снимаете меня на основании 29 статьи конституции ты живешь в российской федерации в российской федерации живешь и откуда приехал меня такое ощущение что ты приехал вон с гор спустился потому что нужно исполнять закон о полиции понимаешь не доверяю поэтому я сделал сообщение уже тебе не доверяю я буду разговаривать с тобой над на вы если ты представишься сейчас ты ты провоцируешь что сначала сделать что сначала сделать мне послушался еще разок понимаю вас что ты сказал что ты сказал сейчас еще раз повтори что мне нужно сделать сначала что мне нужно сделать еще раз тебя спрашивают ты немного на себя берешь а врач ты наш ты мне скоро собрался вызывать тебя может это свидетельство мне проведешь еще немного на себя взял фамилию свою назови как тебя индифицировать чтобы жалобу написать через интернет приемную прокуратуру и видео это сбросить как ты себя ведешь как ты не хамишь как ты говоришь ты услышал меня или нет с тобой разговаривает гражданин достаточно корректно то что я кричу потому что ты глухого себя разыгрываешь алё слышишь меня или нет ну не адекват просто вы я впервые такое вижу просто вот я в домике все я в домике как тебя зовут то хоть а разрешите обратить конечно обращайтесь заберешь как его зовут знаете нет буду такими путями узнавать я все равно же знаю как тебя зовут это же не проблема такой позор себе просто просто позор себе заработал так то и дело что вот такие вот люди понимаешь он не будет долго работать поверь мне он не будет он просто не знает кто такой мама и ну я думал что уже слышал что твою мама и слышал нету только мама и владимир владимирович сколько сотрудников он уволил ты будешь следующий слышь меня нет извините а может можем человеком туалет попросить дежурного у меня не реагирует попросите его там там туалет я знаю есть вот этот черт дежурный пропустите моего подзащитного ему нужно в туалет он задержанный пропустите вон в ту комнатку я знаю там есть туалет или для этого надо тоже что-то там я не знаю свете естественно и сделать тест днк может пройти сотрудник полиции вы слышите человек нуждается сходить в туалет заберешь пропустите его вот туалет человек хочет выключить камеру там пройдешь потом вернешься включишь если хочешь да нормально сегодня будет не переживать там нет ничего такого что можно снимать не снимать оружейки там нету я там был много раз снимал писсуар ужасный так вы мне скажите почему вы боитесь свою фамилию назвать это страх или что в чем в чем проблема вы знаете что вы нарушаете закон на полиции вы обязаны представляться вы просто усугубили до безобразие все это дело но представьтесь и все это уже как говорится с вас половину ответственности снимет там уже вашего адекватность оценивать там это скажем так уже субъективная оценка будет но здесь же на лицо нарушение законная полиция вы не представляетесь по требованию что такое вообще сотрудник ну как вас на вас повлиять я не знаю если шепотом буду говорить может быть вы меня шепотом услышите но я сомневаюсь мы таким образом издеваетесь над людьми да твой защитник стоит ну и что и защитник стоит я не могу пока туда влезть я задержан здравствуйте можно с вами пообщаться здравствуйте значит у меня будет устное обращение вот на этого вашего коллегу хорошо это во вторая часть хулиганки мелко я буду подавать устные обращения под видеозапись специально чтобы опубликовать то как вы принимаете у меня заявление и как вы себя адекватно либо неадекватно ведете как по крайней мере коллега вас ввел тебя крайне неадекватно связи с чем я сейчас буду делать соответствующее обращение я задержан я задержан какого поставить заявление то есть я задержан поставить заявление а где заявление пишет это больше же есть у них должен должно быть видеофиксация того что смотрите я надеюсь вы сможете справиться чтобы не давать никаких объяснений в том числе и устных потому что они не глупые они включают дозор а потом вот это вот запись которая будет то что вы лишнего наболтайте потом будет в суде можно только можете да только сейчас мне надо давайте я сейчас сделаю у нас времени еще достаточно чтобы наговориться и даже чуть-чуть завели ты зря ты зря поверю лучше того что там было не будет не сомневайся а как ты думаешь почему она я грязно я просто хочу чтобы все было по закону как бы в нашей стране не положило я всегда по закону отвечу я всегда по закону отвечу нет нет а то как нет 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 а то как нет не это не а а а и в Спасибо. 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 с какой целью просто сейчас заявляете что вас обвиняют в уголовном преступлении разбой но вас вроде не обвиняли вас в мелком хулиганстве и хулиганстве что дает он понимает разницу между административным правонарушением и преступления не обращайте на него внимание не это вы просто можете помолчать я говорю что вы сами вас даже провоцировать не надо вы сами все себе сделаете вам осталось оскорбить сотрудника полиции ударить его и заведомо ложный донос сделать все будет полная статья поедете лет на пять сядете помощник меня увидел и выпустил оставайся спасибо когда выпившие в блогера не надо играть это закончится печально поверь мне чтобы доказать что человек виновен даже сон тысячу раз не виновен элементарно сужу по своей практике кого кого он назвал все успокойтесь еще раз говорю вы тоже не цепляйтесь понимаете я понимаю что вы хотите его напугать чтобы он наконец-то все-таки успокоился я вам могу сразу сказать мне это не интересно его запугивать он ко мне никакого отношения нет ну тогда не надо цепляться к его словам маски он может матом даже здесь выражаться матом в общественном месте каком общественном месте это по вашему не общественное место по вашему тут нету граждан слушайте вы что первый раз это находитесь таких заведений где орут матом где бухи и все остальное вы это поддерживает я это не поддерживаю просто сейчас говорите не надо проблему устраивать из этого вы сейчас говорите что он может тебе позволить ругаться я его останавливаю понимаете останавливаю его понимаете останавливаю это просто помолчать можете или нет и поможет сто раз уже сказал я просто знаю что я выйду вы подпишите все нужны бумаги а если не подпишет вас спровоцирует в этом кого-нибудь ударить или там еще чего-нибудь сделаете я еще раз говорю вас спровоцировать легко не переживай уже того уже ты узнаешь когда тебя что у меня либо отпустят либо базаре даже не знаешь на свою на ты не переходили смотрите я вот вам на самом деле говорил я просто сейчас разносу еду я просто принципиально ставлю заявление которое я хочу подать на сотрудника полиции и уйду потому что я не смогу вам ничем помочь я не знаю я жду мне я быстренько подам жалобу на сотрудника полиции он занимаются другие люди не переживайте что вашим делом занимаются другие люди не переживать до трех часов время видели видел у нас еще есть время не переживать вас еще целый час время 8 утра чего снинет без граждан без 15 значит вас сюда доставили без без 15 7 но запомните эту дату вот сейчас получается без 15 7 плюс 10 плюс 3 без 15 и 10 значит у вас трехчасовый срок истекают положите стек увы увы еще нет еще даже близко нету это раньше его доставили время доставки зафиксированы мне на видео сотрудник росгвардии огласил как раз таки позже вашего друга доставили раньше по нему да подожду я принципиально подожду я хочу увидеть чтобы сотрудники принимали устные обращения чтобы они не придумали велосипед что вот нет такого вы должны писать и тому подобное пишите разборчиво чтобы суде потом могли за все прочитать потому что все там придется нам читать все а а а писал потяжелее нам пока не предоставил он отказался а это уже когда его заберут его опрашивать только тогда можно такой вот вопрос вот и сейчас кого-нибудь ну просто пальцем отткнусь скажу он кричал в общественном месте матом вы его задержите и напишу заявление подождите начнем с того что напишу заявление вы как свидетель разбирающийся в этом должны понимать что есть заявление должны быть свидетели этого я свидетель вот есть такое понятие как клевета вы тоже знаете вот но вы задержите но мне нужно человека задержать не нужно гадость сделать подождите гадость делать да получается у вас я бы не объявили не обвиняют преступление обвиняю в мелком хулиганстве и сейчас вы если покажете вы его будете клеветать если человек еду клеветать так же как и клеечет другие люди которые пишут заведомо ложные подожди а у меня сейчас подождите сегодня выйдет ролик посмотрите пожалуйста такой кипиш был закрыли аж магазин да слушайте меня пожалуйста смотрите я сейчас не говорю с других людей я говорю сейчас конкретно за вас то есть вы сейчас говорите что вы покажете человеку пальцем да и скажете что он ругался матом да у вас не доказательств и свидетели ну заявление же есть заявление есть но заявление должны быть свидетели правильно ну я так понимаю что для вот этих сотрудников не нужно никаких свидетелей объясните либо те же самые камеры на которых будет видно что они не стали ли камеры и самое главное слышно а при этом это должно место являться но я с вами согласен я с вами согласен в том плане что должны быть сведения подтверждающие данное событие вот а просто по голому заявлению нельзя нельзя принимать вывод о том что было либо не было они же не просто так приняли заявление я первым делом спросил у них они видео видели они сказали нет не видели только по заявлению не сбил я могу вам сказать другой что что ваше видео не всегда хорошему потому что у нас были граждане которые насмотревшись ваших видео находились состоянии алкогольного мнения почувствовали себя блоге блоге магазине или что снимать на камеру как вы говорите стать блогер и ну я могу что не надо это делать вот потому что нужно уметь разговаривать на грани скажем так чтобы с одной стороны и не оскорблять и в то же время отдавать человеку понять что надо вести себя корректно здорово может быть не стоит может быть хотя бы вот вам для примера стоит завести рубрику такую где вы будете учить общей правильному общению но у меня есть я об этом говорю кто внимательно смотрит он смотрит и комментирую а то просто вы показываете видео как вы общаетесь да сотрудник и каждый раз подчеркиваю что я не применил ни одного матерного слова при этом у вас есть подзащитный ваш который себе позволяет иногда некоторые фразочки я не говорю конкретно я не могу его заставить и это не произносить я вот сделал предупреждение раз два три что я понимаете я я не не мамка не папка я не нянька человек если не понимает русского языка зачем я могу ему помочь я ему дал консультацию я говорю что моя консультация стоит миллион рублей она заключается в первом и единственном 51 статья конституции не болтать ничего лишнего просто всего ничего больше не надо советую вот вы не совет даете вы сразу не совет не надо давать поверьте вы задаете вопрос как объяснить я вам может вам стоит записать видео если вы будете внимательно смотреть мои видео все я об этом тоже говорю посмотрите те там мне немного стрима где я говорю с людьми общаюсь я в этом всем говорю что ребята ну хотите повторять повторяйте но только нужно думать головой я всегда подчеркиваю что каждое слово моё взвешено вот то что я сейчас сотрудникам полиции устроил этот вот крик скандал да так сказать на хайп я это выложу понятно какой будет результат будет очень много комментариев не его пользу и руководство не очень хорошо посмотрит потому что он повелся на провокацию не можете но проверим проверим зайдет этот ролик и либо не зайдет как и общался сотрудником полиции точнее как он со мной не общался потому что он себя вел некорректно а вы написали поэтому вы сообщили сотрудникам полиции о том что вас ударили в лицо подождите подождите высечь высече не сообщил вот а почему мы не сообщили ну потому что мне изначально начали менять в том в том что чего и не делал вы пытались сейчас он может сделать никогда не поздно даже не предоставили доказательства о том что я делаю вы сейчас вы не момент когда к вам обратились сотрудники полиции а вы сейчас заявляете что вас ударили на лицо и не собираюсь к вам обращаться а кто вас ударил в лицо кто ударил откроешь ну уж понимали что меня бери люди которые вы останавливали и вы меня дожди подождите вы сейчас говорите что вы не заявляли о том что вас били и при этом вы сейчас заявляете что сотрудники знают что вас били как это понимать но вы уже видели я не я сбрасываю я ничего не говорю вы видели что подождите вы не спрашиваете вы заявляете вас прошу вы видели что меня били вы сейчас это заявляет вас прошу вы видели что меня я к вам никакого отношения не имею я вас прошу увидели да или нет я ведь я не видел потом вы не видели а почему что меня били вот вы не видели и вы не Так мы к вам никакого отношения не имеем. Мы вашу ситуацию не знаем. Вы знаете, видели, не били меня или не били? Вы сказали, не видели. Не ведите, вы пустой разговор. Нет, вот сейчас тот человек, который придет, не виделся. Просто вы сейчас заявляете, что вас били, при этом вас привезли сотрудники Росгвардии, вы им не заявили, Владислав Сергеевич. Я ничего не заявляю. Я вас просто спросил, вы видели, как меня били? Вы сказали, вы не видели. Все, у меня вопросов нет. Дальше будет общаться он. Вы меня послушаете? Вы сейчас на камеру заявили, что вас били. На какую камеру? На вашу же камеру вы заявили. Но вы-то не ведите с ним разговор. Ну не поддерживать этот... Подождите, ко мне обратился сотрудник, гражданин. Который поясняет, что его... Я его защитник, не ведите, пожалуйста, с ним сейчас разговоры. Вот, пожалуйста, не ведите. Который, люди его били. Не били его, никто не бил. Так человек-то заявляет, что его били? Я ничего не заявлял. Я у него спросил, кто его ударил, он говорит, не помнит. Все, значит, не били. Заявляет-то, что его били. Я смотрю, вы тоже любите ли поговорить. Вы нашли друг другу. Без этого никуда. За что? Что? Я со слов помещается. Вы можете там говорить только без обид, без драки, без ничего. Как сотрудник полиции может начать бить человека? Блестяще. Какой сотрудник полиции? Без оснований. Блестяще. Легко. Согласен. Если нет видеокамеры и тому подобное. Я своими глазами наблюдал. Как сотрудники полиции, которые со мной на цыглах разговаривают. И как они, грубо не буду выражаясь, бьют типа бомжей. Вот таких вот людей, которые знают, что они не могут никак ответить. А передо мной вот такие вот. Вежливые, корректные. Подождите, но вы знаете одну ситуацию только, да? Почему одну? Я, кстати, очень плохо отношусь к сотрудникам полиции. Я это прямо заявляю. Потому что, к сожалению, я не видел ни одного сотрудника полиции, который заслуживает уважения. Потому что вот когда я вижу вот такое вот, как мне относиться к этим сотрудникам полиции? Как? Хорошо, подождите. Я же вам объясняю. Им люди приходят за помощью, а он сидит на тебя вот смотрит и ничего не делает. Хорошо. Я просто вам... Да здесь нет ничего хорошего. Нет, я имею в виду, я вас то, что услышал. Я вам говорю немножко про другую ситуацию. Вы знаете с этой стороны. Ну, как вам виднее. С хороших сторон я не знаю. Вот. А другую-то сторону вы не видите? Не, я и вас понимаю. С кем вам приходится работать, я это все понимаю. Ну, не надо под одну мерила мирить всех людей. Во! Так я от вас этого не хочу. Я просто говорю, что раньше я говорил, что есть хорошие сотрудники. Но сейчас они куда-то делись, уволились или еще что-то... Сейчас нету хороших. Я не вижу. Я не вижу. Я буду рад, если кто-то мне докажет, что есть хорошие сотрудники. Я только рад буду. Я все отдал. А! Чтобы открыли. Откроешь? Потому что Росгвардеец, который не может ответить на простой вопрос, на каком основании задержали, сослаться на статью КОАПа. То есть они вот взяли палочки, пистолеты, дубинки, рации и все на этом. Они считают, что КОАП изучать не надо. Законодательство изучать не надо. Но так не должно быть. Они должны быть очень юридически грамотны. И все делать чисто по закону. На прямой вопрос они даже ответить не могут. Пойдем. Я не могу. А что он тебе там денег уже предлагает? Да. Ого. Вот это. Как раз прям ровно на камеру. У меня звук пишется. У нас тоже камера пишет. Не, не, не. Вы чтобы понимали, ну, как бы провоцировать меня на какую-то керню, вы не имеете права, потому что... А я вас и не провоцирую. А почему вы сейчас сказали, я предложил денег? Я сказал, купите сигареты для меня. Я спросил у конкретного сотрудника. Я к вам конкретно не обращался. Что сотрудника? Ну, вы мне рассказали. Вы принимаете деньги для себя? Я сказал, нет. Ну, для себя сказать, правильно. А в чем тогда подлог? Это можно расценивать как дачу взятки. Глупости не говорите. Ну, хватит. Вы сейчас чем-то занимаетесь. Ну, подождите. Человек предлагает деньги для себя. К разговору о хороших полицейских. Хороший полицейский стоит и молчит. Я раз вам сделал замечание, два сделал замечание. Зачем вы вот это все устраиваете? Ну, выпивший человек хочет поговорить. У него словесный панус. Зачем вы сейчас поддерживаете это? То есть вы мне сейчас запрещаете общаться с гражданами? Я вам замечание делаю, я не запрещаю. Говорю, прекратите общаться с моим подзащитным. На основании чего? На основании того, что я вам запрещаю это делать. А вы? И провоцировать его на вот эти разговоры. Вы сейчас не запрещаете. Да. На основании чего вы мне запрещаете? На основании того, что это мой подзащитный, в его интересах молчать. А вы его провоцируете этими разговорами. Не надо. Я его не провоцирую. Не реагируйте на его... Я с ним общаюсь. Но это же мое дело, общаться с человеком или нет. Вот после этого я вас не уважаю, понимаешь? Не уважаю. Вот я тебе прямо в глаза это говорю. Потому что я не стесняюсь говорить людям, которые не понимают, у которых мозгов нету, понимаешь? Я тебе раз сказал, два, три, десять. Ты не понимаешь русского языка. Вот ты на грубость нарываешься. Ну вот наконец хоть нормальный полицейский сейчас объяснить, что не надо устраивать дискуссии здесь. А то тут уже провоцируют его на оскорбление, на взятку. На что оно угодно сейчас тут он нарисует ему. Какая взятка, о чем вы говорите? Уж не надо вот эти вот сказки тут придумывать. Если человек попросил сигаретку пить, это не надо тут фантазии разгуливать. Скажите, пожалуйста, долго еще ждать? Ну как-то две минуты уже в двадцать минут превратилось. Или больше даже. Это у вас. Я хотел бы вот это быстрее. Вы понимаете, что сотрудник вот этот вот, ваш старший дежурный, не избежит моего заявления под видеозапись. Не избежит. Ему придется писать кучу объяснительных, и рапортов по поводу того, как он принимает заявление у граждан. Простойный дежурный дежурный. Простойный дежурный. Нет, не стригает. А за что оно должно быть стыдно? Пока вообще просто. Простойный дежурный. Вам сейчас сделали замечание Вы сейчас все равно начинаете разговаривать Я общаюсь со своим задержанником Это не ваш задержанник Это мой задержанник Все, все, все Со мной теперь не надо общаться Значит у меня Жалоба И даже это не жалоба Назовем это заявление о совершении преступления По статье 285 То есть злоупотребление своими Дозностными полномочиями В виде бездействия Мне значит надо установить его фамилию Имя, отчество, должность, звание Для того, чтобы это все сейчас зафиксировать Да, можно какой-нибудь полегче вопрос Я водитель Чего тебе надо? Да ты до такого точно не знаешь А позвоните Они потому что идентичны с первой Так разберутся Почему ты просто не напишешь Видео съемки? Нет, девушок я там что-то попросил На среднем отдых уходить Много пропускаешь Так, значит Сегодня у нас какое число? Первое, да? Какое сегодня число? Все взял Какое сегодня число? Сотрудникам зайдите, пожалуйста Зайдите, кого-то просит куда-то зайти Какое сегодня число? Первое Первое, все Уже первое Я? Куда? Сажать Ну это все, да? Все Что? Ты туда помоги Все, вот это Принят еще, потому что они занимаются Совершенно другим человеком сейчас Ты просто им положи У нас еще нету с тобой О бездействии сотрудника дежурной части УП-1 Дальше, что еще? Значит Давайте я продиктую Я не знаю, там запишите Либо запомните, запишите Ну я произнесу, что было на видео зафиксировано Вообще, в чем суть моего обращения Я потом вам все отсканировал, вы прочитаете Да, да, да Значит, произношу Значит, сегодня 1 октября Примерно в 6 часов 30 минут Я обратился в дежурную часть Отдела полиции номер 1 Дзержинского, 7 С целью подачи заявления О совершении преступления С сотрудниками Росгвардии Обратился к дежурному Который своим бездействием Отказал мне в приеме заявления При этом начал мне хамить Запрещать видеофиксацию Запрещать видеофиксацию А также На неоднократные требования Представиться, назвать свою фамилию Должность, звание Ну, в соответствии с законом о полиции Никак не реагировал Данное обстоятельство Все было полностью зафиксировано На видеозапись Считаю, что необходимо провести Служебную проверку И привлечь данного сотрудника К ответственности Вплоть до уголовной Видеозапись по запросу Предоставлю В полном объеме И теперь мне нужно все-таки знать Что это за фамилия Потому что данные обращения Я еще продублирую в следственный комитет У них на сайте есть такая возможность Интернет приемная И приложу соответствующее обращение К вам и соответствующее Обращение к нему Потому что у вас как минимум Бэйджик висит Я могу по Бэйджику определить Кто вы, понимаете Даже не задавая вопроса У него такого Бэйджика не было К сожалению Поэтому хочу знать его фамилию Ранее я его здесь не наблюдал Я так понимаю Это новенький работник Который позволяет себя так по-хамски вести Что, можно звонок сделать? Позвоните ради бога Дайте мне позвонить Да, он у вас По мне телефон там Ну, я у вас телефон не убил А дайте служебный У меня служебного нет Вы что-ка свое звонили Куда мы его забрали? Так вот, Никита же с ним ушел А, все, его забрали А меня еще не забрали? Пока Мы же здесь Так нет, забирайте Я же преступник По закону Прошу учесть Ваш подзащитный Сам к нам обращается Просто чтобы не было вопросов К нам что Знаете, я вам могу ответить Так Есть люди, которых очень трудно спровоцировать Даже я их не могу спровоцировать Понимаете? То есть они вот молчат Чего бы я ни говорил Как бы я ни реагировал Как бы я ни провоцировал Вас даже провоцировать не надо А зачем? Вы зачем вот это все говорите? Зачем? Ко мне обращается гражданин С вопросом Никто к вам не обращается Ко мне обращался гражданин Когда я его заберу? Вы сейчас меня зачем отвлекаете? Вам скучно? Вы же просто ко мне обратились Попросили Я сейчас к вам не обращаюсь Я сейчас занимаюсь Подачей заявлений Зачем вы ко мне обращаетесь? Просто вы ко мне обращались? Ну, когда-то, может быть, обращался Делал вам замечание Зачем вы сейчас ко мне обращаетесь? Я вам просто уточнил Поговорите с вашим коллегой Не надо мне доставать Доставать меня не надо Я просто вам Беспросто Просто не доставайте меня Я сейчас пока с вами на вы разговариваю Не доставайте Серьезно Серьезно Вот я сейчас Могу сделать, так сказать Выплеск, да? Сейчас снять ролик Как я буду Разговаривать с сотрудником полиции? Ваше дело Ну, серьезно Просто я вас попросил Ты хочешь прославиться таким способом? Или ничего? Не могу понять На видео попасть Я вас попросил учесть Что ваш подзащитный Сам к нам обращается Хорошо, давай Ты хочешь? Я про тебя сейчас сниму серию Подожди Сейчас я сделаю заявление Мы тебя сделаем известным Без проблем Да, в конце указал еще дозор Это что? Куда войти? Ничего сказать Отказался подписывать на мои бумаги Кто-то ему сказал Всего дальше Алло А вы ожидаете? Да Ну, следующее Ну, вы же обращайтесь к ним У меня не в зал Без полей 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 Ты все? Нет Я сумку даю Не дальше Вот он Видно, что адекватный А? Конечно Самый адекватный Конечно адекватный Да Ну да Ну и Сергей Владимирович, только прошли все Открой мне внутрь Ага Да Ну, слушайте Я говорю У вас много кто меня доставлял Я уже это Со счету сбился А, Владимир Меня зовут Мама Хорошо Сейчас все сделаем Сейчас только надо мне все-таки Разродиться И вот вопрос Я тут уже в 8 утра Тут уже сижу На экспозиции Отпускает административка Откроешь? Так, больше 3 часов прошло? Уже побольше прошло Уже в 8 утра У меня в 4 Чем зафиксировано? Во сколько сюда вас привезли? У них вот документы Вот так, что я сейчас смотрю Там 4 с копейками Блин, уже в 8 утра Сейчас тогда выясню Почему вас до сих пор задержат Так, а вас в чем обвиняют? Ну, меня просили Подписать какие-то документы Я отказался Не надо ничего подписывать Да, я отказался Мы сказали съездить до 10 Это не вас прессует Это сразу говорю Потому что Я хочу написать Срещен заявление При увеличении Что вам обвиняют? В чем обвиняют? Что мне глава позвонить И рассказывать О сопротивлении сотрудникам? Нет, он как-то подъехал Ну, это слова Статья какая? Какого? Я не читал 19.3 или что? Я даже не читал Они про него говорят Описать я не читал Даже не смотрел Я ничего не подписывал Они это кто говорили? Сотрудники сейчас Я с этого ходил Ну, плохо что Надо хотя бы было А что, копию вам не дали? Мне вообще не дали Я даже не понимаю Буквы статьи Я в данную местность Здесь нахожусь Мне ничего не говорят Сейчас сделаем Соответствующее заявление Можно бланки заявления Мы сейчас будем писать Тут другой человек Хочет написать Заявление дать? Нет, я буду устное давать Человек хочет написать заявление Да, да, да Несколько штучек Так, пишите Диктовать Пишите Сегодня Вот отсюда пишите Сегодня 0.1.10 Примерно Время какое Укажите вас Во сколько вас доставили Примерно Вы А сколько вас доставили? Сегодня Они приняли Они уже его приняли Где-то с утра Не достанем Сейчас я вам даже скажу Где я звонил Так, а на наших Я по-другому напишу В такой форме Мне уже Русс сказал Я сужен в полицию Звонил Как раз Все, принято Если что, позвоню Примерно в 4.30 Меня доставили в отдел полиции номер 1 Дежинского 7 Город Мурманск Меня доставили в отдел полиции номер 1 Город Мурманск Дежинского 7 В отделении, да? Да Ну, может сокращенно ОП номер 1 ОП номер 1 В скобочках Город Мурманск Дежинского 7 Скобочки закрываются Кто достал Сотрудники Росгвардии? Да Сотрудники Росгвардии Сколько человек? Двое Было двое Потом приехали Еще двое Сюда сколько доставлял? Двое Пишите, значит Два сотрудника Росгвардии Заявление и два объяснения Заявление и два объяснения Заявление и два объяснения По факту, что я что-то там разбил Разумеется Да А что заменить То есть Сотрудники Росгвардии Два сотрудника Росгвардии Да Точка Сотрудники Росгвардии А после слов администрации Не то, что я Вы по факту на видео видели Что я На данный момент Разбил Или еще что-то Вы видели? У вас же есть видео Вы сказали, что Там предоставили видео меня удерживают запы номер один не покажется потому что этого не было понимаешь там лица более трех часов но то что рассказываю его без составления вы можете рассказывать все что даже виду того что протокола задержания запятая протокола доставления можно зафиксировать вы можете целиком потом продолжались до протокола доставления запятая протокола об административном правонарушении точка причина задержания мне неизвестно бровь и получил на чувство уходит известно . прошу незамедлительно освободить меня точка дата время подпись расшифровка подписи шапочку заполняйте там до кого вообще нет от кого от вас вот это все заполните это тоже это сейчас как угроза звучит но может указать может не указать все так теперь время указали время укажите точное время до 823 пишите 823 но возле даты 823 и фотографируйте данные чтоб там зафиксировалась это в метод данных именно время все 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 геолокация где написано заявление сфоткали срочное заявление примите пожалуйста человек удерживается более трех часов пожалуйста примите решение потому что данный момент грубо нарушаются его права я вам подскажу это расписку обязательства явки дайте человека и отпустите сейчас задача чтобы вас отпустили это ваше мнение но он сказал сидите ждите смотрите вам подано заявление пожалуйста примите меры в соответствии с законодательством я вам подсказываю поскольку время все все возможное стекло отпустите человека возьмите у него обязательства явки все больше не удерживайте его не важно а 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 Немножко неуместный вопрос. Я просто задал. Толя Алексеевич, что же вы говорите, что вам ничего не давали? Пас приглашали, просили. Обязательно заявки, вот. Чудеса. Распишитесь и идите домой. Товарищ майор выходил и говорил. Ознакомьтесь, чтобы потом не было, чтобы убирать. Давайте я прочитаю. Я Шевченко Алексея, проживающая. Даю нас обязательство, чтобы обязуюсь явиться по первому требованию не разъясняет, что при нарушении все расписывайте и идите домой. Вам же выходили, 30 назад вас забирали. Вы сказали, что расписываться не будете. Все, а завтра телефончик мой запомните, мы можем созвониться и напишем все необходимые заявления. 921-661. И накажем их по полной программе. 921-661. Что происходит, кто по заходите? Думаю, что его съедешь. 6-661, да. Только восьмерочку впереди поставьте еще. Телефон поставите, разбит начался. Ну, короче, вот все. Ну, вот это просто. Я не знаю, просто завтра это будет. Звонок я отбейте, но номер легко запомнят. Да, я сам завтра созвонюсь. Да, там все это сделайте, приведете себя в нормальное состояние, со мной созвонитесь, придем здесь, расскажете свою историю и напишем все необходимые заявления. На сотрудников Росгвардии и так далее. Пускай Следственный комитет занимается. Зажми и открывай дверь. Зажмите и открывайте. Копыто можно откинуть, пока заявление продашь. Вот, вы точно так же можете сделать с моим подзащитным. Обязательство, аявки и все, отпустите его. Вы же понимаете, что это не... Вы должны были передать его. Давно. Мы не передаем. У нас рапорта, все, вот она, в джиганную часть. Они его составляют, и это уже принять. А вы знаете, что они могут его сейчас не принять? Сказать, а что вы все привели? Не надо, он нам не нужен. А? У меня три случая. А у меня были такие случаи. У меня даже целые видеоролики есть на эту тему. Как меня отказываются принимать. Мне страшно. Не помню, как его... Фикретович, ну Секретович его там, его кличку даже уже придумали. В Первомайском, в дежурном отделе. Ух, я там на него покричал. Похлеще, чем сейчас я здесь кричал. На дежурного. Посмотрите ролик. Очень такой эпичный. Как они говорили, вы доставлены. Мы вас к себе не принимали. Нет, нет. Мы вас не задерживаем. Вы сами пришли. Добровольно. Нет. Мы вас не задерживаем. В итоге, так ничего не составили. Я просто развернулся и ушел. Там такой есть Леша. Росгвардеец. Не знаю, знаете вы или нет. По-моему, он разгвардеец. Да, он разгвардеец. Вы не представляете, сколько Александров? Ну, я не помню, как его фамилия. Но вот. Просто то же самое, если вас спросить. А вы знаете Петю? Петю не знаю. Петра? Не знаю. Но вы любитель поговорить. Это просто кошмар. Это просто жесть. А почему бы и нет? Ну, мне кажется, есть, скажем так, специальности, должности, где все-таки нельзя так много говорить. Подождите. Я руководитель вот алкогольной компании. Я бы вас, как продажник, устроил бы всю компанию, потому что вы любите. Спасибо. Мне интересно. Воспользуйтесь, на самом деле, это лучше. Это ваше мнение. Я же вам могу тоже посоветовать. А вам как хочется, чтобы ничего не делать и зарабатывать деньги, да? Потому что я считаю, что ваша работа, она, ну, не умственная. Почему? Потому что я вижу результат. Вы не образовываетесь. Подождите. Вы с каждым днем деградируете. Послушайте. Вы видите лишь часть всего происходящего. Вы не видите большую часть того, что происходит. Вы не видите, как... Вы Коап знаете? Коап. Естественно. Как минимум. Давайте побеседуем на Коап. Подождите. Вы сначала обратились с другим. Сульфлировать не надо меня. Вы сначала обратились с другим. Не, ну вы говорите, что знаете Коап. Я хочу проверить, знаете вы или нет Коап. Ну, я не хочу, чтобы вы проверяли. Так-то вы не знаете. Вы не знаете. Вот я вам советую изучить... Я же вам не спрашиваю свои хотелки. Правильно? Да вас никто не спрашивает. Мы просто обратились сначала с одним. Он задали вопрос, вы ответили. Я еще не устал просто на один вопрос. Просто ответить, вы уже друг друга задаете. Ну ты просто чудо просто. Какой есть. Ну да. Да, мамкин сынок мне кажется, нет? Мам кажется. Не, мне не кажется. Я просто вижу. Это не обидно или тебя обиделся, нет? Не обидно. Не обидно. Мне кажется, вот-вот-вот. А как, вот просто, не как по вашей логике это связано? Ну, потому что наивный. Ты наивный, добродушный парень, понимаешь? Вы считаете себя мужчиной? Да, ну ты успокойся ты, это. Причем здесь мужчина? Почему этот вопрос? Да я просто спрашиваю. Слово, вы считаете себя мужчиной? Да, почему этот вопрос? Я просто спрашиваю. Вот вы можете спросить меня. Можете спросить его. И вот, давайте сначала уточним, что ваше понятие мужчина? Да, понятие мужчина это у всех одинаково. Нет, понятие, хорошо, тогда вы мне скажите, что такое мужчина. Начнем разных понятий. Начнем с того, что есть гендерная принадлежность, понятие мужчина. Есть мужчина и женщина. Да. Есть понятие мужчины в поступках, мужчина и не мужчина. Так что конкретно вас интересует? Во всех частях. Вы задаете вопрос, и при этом вы знаете, почему вы услышите. Я задаю вас в всех частях. В двух которых вы... Это как раз таки является провокторным вопросом, если что. А, да? Конечно. Хорошо. Мне кажется, здесь нет никакой провокации. Здесь ответ изначально уже известен. Конечно, мужчина. То есть других вариантов не может быть. Какой может быть ответ? Нет, я женщина, что ли? Или что? Какой может быть ответ? Вы же сами сказали. Опять же, может он считает по-другому. Может он считает по-другому. Я не считаю. Может он считает то, что его сюда доставили человеку, сотрудник полиции. Он вас спросил, вы себя кем считаете. Естественно, я считаю себя мужчиной. Ну вот ответили бы ему, все. На этом бы закончился весь диалог. Просто я почему-то считаю, почему этот вопрос не задал. Вы считаете себя мужчиной. Когда ответили на него, меня сюда поставили, вы сюда. Как мужчина? Просто я вам тоже не точу, что ваш подпочтительный опять же обращается ко мне конкретно. Да вы нашли друг друга. Все, я говорю, вам нужно обменяться контактами и все, я не знаю, там где-нибудь встречу назначить. А вы против, что-то я к вам обращался? Против как раз таки ваш защитник, я вам не против. Нет, я уже не могу вам воспрепятствовать, понимаете? Я понимаю, это уже на всю жизнь. Не дай бог сейчас еще разрешат однополые браки, это все. Дисканас, получается, что ваш подзащитный хочет пообщаться, при этом вы против. И у вас непонятки. Ну, он не против против того, что я с вами общаюсь. Я против, чтобы он глупостей говорил. Я уже понял, что мне надо общаться. Я просто мне скучно, мне хочется поговорить. А на какие темы, по вашему мнению, нужно общаться с сотрудниками полиции? Вот это, ты можешь на две секунды подойти? Я вам просто напомню, мы как бы с вами не друзья. Есть, нет, подожди. И находимся в них в бае. Вы не скажите о том, что есть закон о том, что с сотрудниками полиции я могу общаться только на определенные темы, такой есть закон. Я не могу задать вопрос свой личный, к примеру. Есть такой закон? Такого закона нет. Ну, так я и задаю свой личный пример сотруднику полиции, как вы себя считаете. А как вас зовут? Ельцлав Сергеевич, старший сержант полиции. Старший сержант полиции. Владислав Сергеевич, со всем уважением к вам отношусь и задаю вам вопрос. По какой причине я здесь нахожусь? Я на этот вопрос вам ответить не смогу. По одной банальной причине доставлял сюда не я вас. А кто? У вас есть прекрасные сотрудники, которые вас сюда доставили. Это прекрасные сотрудники, вот эти два человека молодых, естественно. Скажите, пожалуйста, как у нас продвигается мое обращение? Прекрасные молодые люди. Не знаю, как вас по имя и отчеству. Обращаюсь к сотрудникам. По какой причине? Вы написали то, что я изложил? Вы уже пять раз все работе объяснили. Да, и объяснили, что в последний раз. Так, рапорт. Докладываю вам, что такого-то, у кого-то это. И вы тоже не можете объяснить. Пожалуйста, ну, вот она забрелась. Ну, вы видите реакцию сотрудников. Я просто сейчас вижу такую реакцию. А я же никак не реагирую. А разрешите вопрос, а у вас есть справка о ваших болезнях, о которых вы сейчас сказали? По поводу? А какие болезни? Ну, вы сейчас сказали. Ну, пускай будет так. Давайте я там где распишусь. Вы сейчас, я ваши слова подкрепляю. Вы же слышали, что я сказал, что я как умолешенный. Но я же не говорил, что я умолешенный. Я представлял, что вы думаете об этом, что я умолешенный. Подождите, вы обращаетесь к сотруднику и говорите, что вы умолешенный. Я обращаюсь безумолешенный. Я, как адекватный человек, к вам обращаюсь как к сотруднику полиции. В комосновании я задержан. Порча имущества. Я уже запомнил. Хорошо. Порча имущества. А где доказательства, что испортил имущество? Смотрите. Доказательства на данный момент являются. Явление? Смотри. И две объяснения. Хорошо. А сейчас пять объяснений принесут, скажут, что я в космос улетал. Вы тоже об этом скажете, что... Да, вот он в космос полет. Подождите, а для чего вы умолете? Ну, нет. Хотите, сейчас пять объяснений принесут и скажут о том, что я не делал это. То есть вы заприняете, скажете... Которые подписываются под тем, что они не знают, что они не знают. А правду не дают. Да это можете пугать с детишек в школе. Они будут подписываться под тем, что они говорят. Вот так. Это надо чего-нибудь показать. Вы это должны говорить тем, кто сказали о том, что я там что-то разбил или что-то там разрушил. Подождите. Вот вы им должны об этом сказать. Вы можете сейчас немножко помолчать? Молчать. Вы же сейчас... Буквально пару часов назад говорили, что вы тоже сотрудничество. Вас можно тоже попросить помолчать, чтобы я зачитал под видеозапись? Значит, смотрите, я пишу. Мои слова записаны верно, мне прочитано. Сотрудник полиции, принявший данные обращения, отказался установить и сообщить ФИО должность дежурного. Вы мне все-таки сообщите данные того дежурного, который отказался представиться. Я хочу знать, я неоднократно вам повторяю, я хочу знать этого человека. Я должен сделать соответствующее заявление в следственный комитет. Вы сейчас сотрудник ООО. Я считаю, сотрудник полиции, который не представляется, не имеет права работать. Вы должны знать эту ситуацию? И должен быть уволен. Я максимум приму усилий, чтобы он здесь больше не работал. Вы можете ему так и передать. Вы полностью знаете ситуацию? Нет, даже виситет. Пальше, на какой? Я ему это прямо скажу, если сейчас он мне попадется. Пойдем. Фамилию можете назвать человека? Вы можете сказать номер телефона? 921-661. 921-661? Да. Ну, там все написано, но уже... Один. То есть он долго сидит. Сейчас, одну секунду. Скажите, пожалуйста, фамилию данного дежурного, на которого я написал заявление. Чтобы мне на вас уже не писать заявление. Где он? Вот сейчас, у меня что-то... А, не там? Вроде как. Вроде как. Вроде что-то там. Наказать. А кто процессит себя? Наказать. Вот он отчитывается за всех. Вот сидит и пишет. Вы мне скажите, зачем вы себя так ведете? Ну что, ну что? Он у него рука. Почему я у вас выклянчиваю в вашей фамилии? Твоя бумага. Объясняем, что я сделала. Максим Сергеевич. Цветков, скажите, пожалуйста. Бумой принимает, а я с ним что-нибудь сделаю. Ваш старшой дежурный, как у него? Фамилия, имя, отчество и звание. На кого мне писать в следственный комитет? Это к вам не относится. Пожалуйста. Вы меня слышите или вы меня тоже начали игнорировать? Нет, в общем-то, я перееду, уже отлично понятно. Потому что наиболее что-то хотя бы данный перецепь, потому что мы не чиновники, но у них и есть. Кли тоже, это куст печати. Ну эти бы невозможно. Просто, видишь, сейчас дежурный, немножко заняты. Максим Сергеевич. Это откуда было, получается. Они область, сура-мора. Вашу-то фамилию я знаю. Мне проще будет в следственный комитет написать. Капитан Дмитрий Андреевич. Так, вы, еще раз, что вы хотите? Что я хочу? Я хочу знать должностное лицо, которое совершило в отношении меня хамство и, на мой взгляд, преступление. По данному факту будет произведена проверка. Я хочу знать фамилию вот этого гражданина. Я хочу знать фамилию, имя, отчество. Это должность, звание данного гражданина, который носит форму полиции. Вы будете мне сообщать, да или нет? Если нет, я сейчас на вас буду писать заявление. Точнее, вы будете писать. Примите у меня следующее обращение. Вы устраиваете какой-то цирк. Цветков, обращение примите на себя. Аналогичное. Только с разницей в том, что вы отказались сообщить данные того лица, на которого я написал заявление. Точнее, сообщил устное обращение. Вы туда же пойдете. Вы сюда хотите? Обращение. Цветков, вы слышите меня? Отреагируйте, пожалуйста. Отреагируйте, пожалуйста. Вы слышите меня? Максим Сергеевич. Не игнорьте меня. Скажите, слышите или нет. Да, вы гражданин. Кем является вам? А вы его спросите. А вы как заявляете? Я вообще не адекватный. Я стою как бы втрою. Вот вы его спросите, он вам скажет. Я тоже. Извините. Я защитник. Защитник. Спасибо. Защитник. Защитник. А сколько ты уже стоишь? Пусть подтягиваешься. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дежурный 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 кинуть потом случае чего не удивлюсь так а где под представить вот все нашел так 24 536 до 24 536 посмотрите какой там куст потом непонятно 1 2 цифра написано хорошо тебя примите от меня следующее обращение на вас нажми турникет максим скажи ему чтобы нажал что что происходило В этом полицу видно. В этом полицу видно. Вон еще раз. Вон на стульчик из России. Вон еще раз. Вон еще раз. Вон еще раз. По какому основанию здесь? Он молодой. Он принципиальный. Вон еще раз. Вон еще раз. Вон еще раз. Вон еще раз. Вы даже в таких делах не разбираетесь? Нет. Вон просто сказали типа, вы пошли по своей ступе. Да, да. Да, да. Да, да, да. Вот это вы поймете, что вы не правы. Терентьев по третьему, так же штурманам. Ирина Александровна. Здравствуйте. Мне даже страшно. Меня слышно. Что произойдет с моей собственностью, когда у вас обманут? И вы еще не сможете сделать. Хорошо. Хорошо. Вы молодчики, потому что вам нечего сказать. Да, мы четвертый. Мы четвертый. Я вас не провоцирую. Просто с вами разговаривали три ступня, которые вы задержали. Хорошо, хорошо. Ирина Александровна. Вы заступили на дежурство Правильно я понимаю Я вас просто не слышу Вы там что-то говорите На кнопочку нажмите Вы сказали подождать, да? Интересно, сколько подождать Вот два часа уже жду Прямо как административное задержание Подача заявления Ирина Александровна Давайте пообщаемся Вы сейчас заступили на смену, правильно? Говорите погромче, я вас не слышу Правильно Вы можете у меня принять обращение? Устное обращение Запрокаталируйте У меня будет сейчас две жалобы Сколько подождать? Не слышу Не, у вас просто пропадает звук То хорошо слышно, то пропадает Опять пропал звук Мне просто интересно Когда дежурный закончится Все-таки принять нормально заявление И сообщить мне должность И фамилию дежурного Который изначально мне нахамил Тимур, я вам, по-моему, сказал Не вести никакие диалоги Он потом будет в суде свидетелем Который будет говорить Что вы ему что-то сказали Вы вообще додупляете или нет? Русский язык понимаете? Вы с какой целью сейчас с него расспрашиваете? Вы 51-ю статью разъяснили? Он меня спрашивает Почему он здесь находится? Вы кто? Старший сержант полиции Демчин Почему вы с ним вступаете в разговор? Потому что он меня спросил Объясните мне Тимур, я последний раз говорю Еще последний раз Я разворачиваюсь и уйду Я серьезно говорю Вот это уже не шутки Продолжение следует... Ирина Александровна Скажите, пожалуйста Как вот этого сотрудника зовут? И я уйду Даже не буду писать заявление никакого Ирина Александровна Фамилия, имя, отчество дежурного Которое вот с лысой прической Сейчас мы в базы зайдем Мы меняемся и все зарегистрируем Подождите Мне нужна фамилия вот этого лысого Сотрудника полиции Мне нужно сейчас знать Мне нужно сейчас знать Я напишу соответствующие инстанции Мне нужно знать конкретно Это должностное лицо Которое должно быть уволено с позором И вы себя не позорьте Ирина Александровна Можете мне сообщить Фамилию, должность, звание Вашего старшего дежурного Который сейчас вас меняет Почему? Потому что не могу разглашать Он только что объяснил Что значит разглашать? Закон о полиции Я вас принимаю сообщение Я слушаю, фамилия ваша как? Значит, Мамаев Владимир Владимирович Начнем с жалобы на вас За то, что вы отказываетесь Исполнять закон о полиции Закон о полиции Значит, жалоба заключается 921-6-6-1 У вас все данные есть в базе? Еще раз, еще 20 6-6-1 Что суть вашей жалобы? Значит, жалоба на вас Пишите ваши данные Пишите ваши данные Полностью данные Что Сегодня такого-то числа Столько-то времени Я обратился к вам По поводу того, что вы отказали Мне сообщить Фамилию, звание, должность Сотрудника полиции Который мне нахамил Который мне нахамил И вот один человек Сейчас И данные И данные Да, почти Хамцева заключалась в том, что я Как я писал в предыдущем заявлении Примерно В 6 часов 30 минут Обратился в отдел полиции Номер 1 С целью подать заявление О совершении преступления Сотрудниками Ростгвардии Обратился к дежурному Который мне в ответ Начал хамить Запрещать мне видеосъемку А хамство заключалось в том, что он не разрешал вам видеосъемку Нет, хамство заключалось в том, что он говорил конкретные слова А именно, что мне необходима скорая помощь Что я в алкогольном состоянии У меня все зафиксировано на видео Поэтому он и пытался мне запретить видеозапись После чего После того, как я Скажем так, не послушался его Он просто начал меня игнорировать Вот буквально, как какое-то время вы игнорировали меня Он не включал турникет, меня не пускал Он никак не реагировал В итоге и так и не принял заявление Принял заявление его коллега Помощник дежурного Который я сейчас хотел подать заявление Он почему-то ретировался Вы пришли на его место Будем на вас писать заявление Я достаточно изложил? Я принял сообщение Ожидайте, сейчас вы так Вам там уведомление Ну я могу прочитать То, что я вам сейчас наговорил Прочитать свое устное обращение Согласно приказу МВД Номер 736 Вы запротоколировали его, правильно? Давайте я прочитаю Напишу С моих слов записано верно Мне прочитано Либо я сам прочитаюсь И печатным текстом Это первая жалоба Следующая жалоба будет На тому коллегу Который у вас за спиной находится Аналогичная Аналогичная Какой-то жесть Просто жесть Фамилию не могу сотрудника полиции узнать Фамилию узнать Уже 3 часа скоро будет Я не могу узнать Фамилию сотрудника Сотрудники Я доведу это до логического конца Вы с позором Отсюда вы вылетите Ширяева Слышите меня? Нет? Ширяева Что вы там в тетрис играете что ли? Отреагируйте на человека Который с вами разговаривает Люди с принципами С принципами Не должны быть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мне интересно, по приколу, вот до суда довести вот это дело. Вашу отписку отказную, а вот по приколу доведу. Ирина Александровна, как вы думаете, хохма будет вас в суд вызвать в качестве свидетеля? Продолжение следует... Да, дайте мне ручку, пожалуйста. Ручку. Да. Продолжение следует... Помолчите. На цветков аналогично. Сотрудник полиции в очках. Давайте еще на вас для кучи. Сотрудник полиции, я к вам обращаюсь. Подойдите сюда. А, смотрите, вот вы прекрасно слышите на таком расстоянии. А мне тут приходится орать просто. Делают вид, что меня не слышат. А, по старости на 30. Скажите, пожалуйста. Ой, убежал новый дежурный. Делают. Делают. И там спасите. Допустим, а здесь граждане. Да. 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 Я сейчас не посмотрю. Почему? А сообщенки нет, что ли? Нет. У нас сотрудник пришел и все материалы забрал. А, да? Ну ладно, я на 02 позвоню. Да. Если тебе не скажу. А, слушай, пожалуйста. А что выражается жалоба на Цветкова? Экологично Цветков отказался назвать фамилию, должность, звание того дежурного, который мне нахамил. Который отказался принимать обращения. Который запрещал видеофиксацию. Более того, он затягивал приемку от меня моих обращений. И вот две минутки затянулись минимум на 20 минут. А тут даже больше. Это все на видео у меня зафиксировано. Я это расцениваю как издевательство. Так же я расцениваю как издевательство, когда я с вами общаюсь, а вы молчите. Делайте вид, что вы не слышите. Хотя ваш коллега в конце комнаты все слышит. И при этом ваш сотрудник полиции, вот этот лысый, который ходит. Ну с короткой стрижкой, я не знаю как правильно назвать. Ну лысый, как не лысый, а какой он? Кудрявый что ли? Такое ощущение, что его это забавляет история, как я устанавливаю его фамилию. Вот вам самой смешно. Так ожидаю, что остается делать. Уже скоро 3 часа пройдет моего задержания, так сказать, искусственного. Ключи микрофон. И скажи мне пожалуйста, а вот этот человек почему сидит до сих пор? Ему обязательно заявки давали? Не давали, мы выжидаем 3 часа, чтобы его отпустили. Его? Да. Максим? Без 15.10 у него заканчивается ровно 3 часа, потому что в 6.45 его доставили. Это зафиксировано на видео. Заявление? Вижу человеку обязательно заявки не можете дать? Ну я был немножко занят, понимаешь, я же тебе объясняю, я был занят. Теперь нужно разбираться согласно поступлению. Плак заявлений, это не заявление, а обязательно заявки. Заполняйте свои данные, а он расскажете. Потом дадите меня прочитать, а прочитаю. Ну вы можете сразу узнать. Здесь фамилия и мёдчество, и пишите про себя. Я такой-то какой-то, фамилия и мёдчество полностью. Проживаю. Вот вам большое спасибо, что всё-таки хоть какое-то телодвижение начинается. Ко мне не обращаются? Ну ты в виде, я фамилию не могу узнать. Я тут на уши всех поднял. Ну, сотрудник полиции, лысый, который мне нахамил. Они мне не сообщают фамилию. Но он обязан сам был представиться. Он обязан представиться, а они вам не сообщают. Они обязаны вам представлять данное убеждение. То, что он считает сотрудник полиции. Вы сами-то прекрасно знаете. То, что он не представится, это одно дело. А то, что они... Я считаю, что они должны установить то лицо, которое... Оно устанавливается согласно вашему подданному заявлению. Вам дали бланку вот такой вот маленький? Да мне отписку напишут, что ли, это... Ваше сообщение не подтвердилось. Вас приглашали, но вы не пришли. Есть вышестоящая инстанция. Понимаете? Я сказал уже, что ради прикола вот это смехотворное дело... Обжалуем судья по словам, как будем ржать. Как я устанавливал фамилию. Сегодня. Первое. Десятая. Такое здесь проживало. Написали проживаю, что там таком. Смотрите еще. Это хорошо. Здесь модельный телефон. М точка. Ну ладно, можете так написать. Все. Значит мой телефончик у вас есть. Да. Ознакомьтесь. Будет ознакомьтесь. Пользовозащитник Леш, правильно? Да, да. Ну если у вас стандартный бланк. Я его читал только что. Он стандартный бланк. Там он все своей рукой написал. Все. Идите домой. Отдыхайте. Вот. Если вам сотрудники полиции позвонят. Мне звоните. Я подойду сюда и будем решать уже в нормальной ситуации. В нормальной обстановке. Но я почему-то думаю, вам никто не позвонит и все это дело похерится. Но если вы захотите, обращайтесь ко мне. Будем наказывать сотрудников Росгвардии. За их самоуправство. Справедливо. А теперь выпустите нас, пожалуйста, с человеком. Кнопочку нажмите. Ирина Александровна. Мой подзащитный пошел домой. Хотелось бы и мне покинуть ваше заведение. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Вы мне так сегодня помогли. Что бы я без вас сделал? На самом деле, кажется, наша полиция нас бережет. Как я рад, что у нас есть такие ответственные сотрудники полиции. Я же с вами разговариваю иногда. Правильно? Просто я помню вот фамилию такая вот. Есть фамилия. Просто там иногда какие-то сотрудники мне хамят. Я просто вот не помню. Были вы там или нет в этих списках моих? Сейчас вроде как бы себя нормально ведете. Значит, это были не вы. Какая-то. Просто когда трубочку кидают, это очень как бы неприятно. Когда пытается дозвониться полчаса. А в итоге потом еще и трубочку кидают. Я везде расписался сверху. Там тоже везде снизу расписаться. Все. Так, возвращаю вам пустые бланки. Не пригодились. Я думаю, вам они будут в целях экономии более полезны. Все. Всего хорошего. До свидания. Надеюсь, будет результат. Принимут положительные по моему заявлению. Как вы считаете? Сотрудник полиции должен представляться перед гражданином? Согласно закону о полиции. Ирина Александровна, как считаете? Вы со мной попрощались вроде. У вас еще какие-то вопросы? Ну, я хочу как бы от вас узнать. Сотрудник полиции должен представляться по требованию гражданина? Должен. Должен. Вашему коллегу, который стоит, объясните ему, пожалуйста, чтобы он в следующий раз ввел себя корректно. И не хамил гражданам. Вот я бы к нему обратился, просто я не знаю, как к нему обратиться. Вы услышали, вы повторяете. Ну, спасибо. Услышали меня. Это ж чудо, прям, меня услышали.